Люди, бывает, шагают на несколько уровней вперед благодаря своему запалу. Расскажи про свой самый мегатоксичный кейс с собеседованиями. Эта этика нам нужна прежде всего. Дружбе на работе место есть. Выгораешь постепенно от отсутствия нормального общения. Бинарный салют, друзья. На связи, как всегда, Инженер Спок и очередной выпуск подкаста «Синий экран смерти». Вы можете подписываться на наш Телеграм-канал по ключевому слову «Инженер Спок». Подписываться на YouTube-канал. Наш подкаст выходит как на YouTube, так и на других платформах. На YouTube, конечно, будут все ссылки. И на нашем очередном подкасте гость, который у нас уже был, Сергей Черкасов. Привет. Привет, очень приятно. Ну, представлю тебя еще раз. Ты дата-инженер, 20 лет в IT, 7 лет удаленки. Ты длительное время жил за границей, ну, относительное. И 5 лет помогал айтишникам по разным вопросам, включая карьерные. Ну, вот у нас сегодня основной блок, наверное, будет по карьере. И давай вот начнем с такого, ну, казалось бы, может быть, в каком-то смысле странного вопроса. Несмотря на массовые сокращения за границей, там, ну, информацию о том, что проседают зарплаты и так далее, все равно люди, ну, стремятся в айтишку попасть. И как бы вся эта тема, она как была нахайпленная, так и остается. Возникает вот эта история, когда, ну, многие люди попытаются попасть в айтишку с других работ, которые вообще никак с этим не связаны. Зачастую этим людям, может быть, айтишка как бы и не очень нравится. И вот тут вопрос такой возникает. Вот такие люди, которые хотят попасть в айти, но, может быть, они вообще как бы не этого склада ума. Имеет ли какие-то шансы человек, у которого это, ну, не призвание, допустим, да? То есть может выжить в айтишке? Есть ли смысл идти? Да, есть шансы. Каждый случай индивидуальный, его нужно рассматривать индивидуально всегда. Айти, оно же не просто какое-то однородное. Там очень много работ. Это как, это, наверное, может быть, даже шире, чем медицина. То есть если мы знаем, что есть, ну, в медицине хотя бы есть общая какая-то наука, там, терапия, да, и с нее все начинается, дальше получается специализация. То в айти, как бы, оно настолько широко, что у тебя даже иной раз может и не быть какой-то общей специализацией, хотя она бы не помешала, конечно, общая подготовка. Есть очень много вещей, где нужны программисты, которые умеют, ну, то есть много работ, где нужны программисты, которые пишут код, да? Есть много работ, где есть системные администраторы, да? Одни бегают с компьютерами, другие бегают, настраивают, допустим, в сети что-нибудь, да? И есть поддержка. Пожалуйста, как бы, чем поддержка будет отличаться от работы, ну, в колл-центре? В принципе, навыки могут быть такие же. То есть айти, оно широкое, да? И погружаясь в специфику, которая тебе нравится, да, в той области, которая тебе нравится, ты можешь что-то найти. Тут просто скорее надо посмотреть, какой тебе подойдет карьерный путь, в каком направлении. Айтишка большая. Айтишка большая. И вот какое из направлений IT выбрать, в этом, кстати, проблема часто. Люди, идущие в IT, новички, они задаются вопросом, ну, куда мне пойти, там, каким программистом быть, да? Там, Java выбрать или там еще что-то, да? Вот я недавно, у меня студент, который учится, ну, там, по-моему, второй курс на программистов, он интересовался. Я говорил, слушай, вот я хочу писать на Java, и мне интересно, да? Вот мне нужно там курсовую выбрать. Либо на Java пойти писать, либо пойти в проект делать, там, стартапчик, типа, ну, то есть собрать команду и все остальное. Он спортсмен, у него хорошие командные навыки работы. Ему, конечно, интересно взять и организовать кучу людей, да, и добить проект. Причем он там не будет прям специалистом, который программирует. Вот ему надо будет сделать так, чтобы программисты сапограммировали результат. И да, это ему тоже подходит. Но, как бы, IT широкая. Тут надо прям выбирать и выбирать. Как ответил бы идеальный инфо-цыган или идеальный коуч? Ну, типа, надо работать там, где тебе нравится, да? Да. Как бы, ну, тут есть такой момент, что, ну, человек, может быть, переходит там из слесарей или, условно, из кассира там пятерочки. Вряд ли тоже это его призвание. И, как бы, если уж выбирать между одним непризванием и другим непризванием, то лучше непризвание, где, наверное, хотя бы платят там в 2-3 раза больше. Кстати, тоже такая история. Но идеально, действительно, я, кстати, об этом не думал. Ну, да, как-то вот всегда в контексте именно программирования думаешь, но на самом деле, если говорить именно про IT-индустрию, она просто огромная. Она огромная. Она настолько широкая, что там вот с этой широтой, там, этой индустрии, там, 20-30 лет назад невозможно сравнить просто. Поэтому велика вероятность, что человек, который, может быть, в один кусок IT, там, не особо вписывается, впишется в другой. Даже могу для того, чтобы, если вдруг среди зрителей кто-то не знает, да, есть же еще, например, бизнес-аналитики, которые работают с IT-шниками, ставят задачи. Да, смежные. Системные аналитики, есть просто аналитики данных, например, да, которые там умеют работать с Excel. Есть специалисты поддержки, просто у меня действительно был человек, который важно было в компании обеспечить качественную поддержку. Специалист первой линии, который рос и стал руководителем в результате. И это все IT, это все IT, хотя не связано прям напрямую, бывает часто с программированием. Поэтому много направлений надо смотреть. А наукод сейчас появилось направление. То есть, если тебе трудно дается, но ты хочешь, ты можешь попробовать. Ну вот, что делать грузчику? Вопрос, наверное, все-таки тут либо у нас какой-то, не то чтобы математический склад, но какой-то аналитический математический склад бывает, да, нужен. Либо коммуникативные какие-то навыки. Хотя есть админы, у которых вроде может быть ни того, ни другого. Иногда, ну, просто они берут сервера, делают, и делают это хорошо. Им нафиг не надо разговаривать, общаться, они как бы просто делают хорошо свое дело. Какие факторы способствуют долгосрочному карьерному успеху? Вот один из таких пунктов у тебя в профайле, грубо говоря, уверенность как ключ к карьерному успеху. Мне кажется, это важная такая штука, причем в контексте, особенно с которым мы вот зашли, когда человек откуда-то непонятно откуда заходит, и с этим могут быть серьезные проблемы. А недавно слышал, как чувак 50 собеседований завалил, когда он пытался зайти в IT-индустрию, и на одном из собеседований сказали, ну, как бы, IT-это не твое. И это, прикинь, это, ну, так и такое деморализаторство. Где граница между уверенностью и самоуверенностью? Наверное, на одно собеседование ориентироваться не стоит, и 50 это тоже не всегда, да, люди и через сотню находят, и находят хорошую работу из-за границы, да, допустим, ну, прям есть примеры, да, когда просто рынок, например, не готов. Они ищут просто лучше, и да, ты сейчас как бы не нужен. Вот. Но, конечно, наверное, это тоже какой-то фидбэк нужно получать. Сейчас, кстати, компании часто объясняют, то есть они, там, ну, хорошие компании следят за имиджем, и после собеседования тебе могут дать обратную связь, что там не хватило, там, технических навыков, там, коммуникационных или еще что-то, ну, в такой корректной форме. Это очень хорошо помогает понять, а что, ну, как бы, что не так. Плюс можно, наверное, ну, вот если бы задаться целью, понять, я достоин IT или нет, ну, наверное, еще стоит просто поговорить, поискать айтишников, пообщаться с ними, посмотреть, что, ну, как они работают, увидеть, нравится это или нет, подходит это вообще, твое или нет, и получить от них тоже какой-то фидбэк. Если 100 человек тебе скажут, что, наверное, IT не твое, может быть, может быть, стоит задуматься, я думаю. Не, ну, это бывает, но реально как бы... Ну, да, я тоже как бы, я в последнее время говорю, что, ну, все в IT не могут. Ну, есть огромное количество людей, которые вот чистый дух, грубо говоря, они писатели там или там, ну, у них другое вообще как бы, да. У меня есть одна гипотеза, которая у меня на протяжении жизни, так сказать, я к ней возвращаюсь, это как в школе. Есть, допустим, уроки математики, и одним детям заходят, другим нет, да. И вопрос, хороший учитель математики, он может... Научить большее количество людей, увлечь детей, и они будут математиками. Но человек с хорошими способностями, он тоже как бы с более плохим учителем тоже как бы будет успешен. Но вопрос в границах, да, насколько, условно говоря, каждого можно научить математике, да, все-таки большинство можно, если хорошо его учить. Ну, современные подходы помогают привить, потихонечку человека ввести, и научить читать, и научить разбираться, и научить любить математику. Если ты очень талантливый, да, тебе очень плохого преподавателя, то это ты можешь не любить математику вообще очень на всю оставшуюся жизнь. И это, наверное, касается любой дисциплины. То есть вопрос, что первично, да, все-таки твоя способность или то, как ты к этому придешь, обучишь. То есть если устроить такой челлендж, взять сантехника условного, да, который в IT никогда ничего, да, и попытаться его втянуть в профессию, и получится качественно, ну, мне кажется, что конверсия будет намного выше, чем если просто всех прогнать под одну гребенку, человек не понимает, зачем им это надо, куда он попал, что это за люди, на каком языке они разговаривают. То есть все-таки этот процесс трансформации, он не такой быстрый и не такой простой, чтобы каждому был доступен. Ну, вот, допустим, есть такая вот, грубо говоря, шкала. Переоценка себя, объективная оценка себя и недооценка себя. Ну, пусть будет там небольшая, не фатальная. Вот где лучше находиться на этой шкале с точки зрения карьерного развития? Мне всегда казалось, что лучше себя переоценивать, чем даже оценивать себя объективно. Чуть-чуть. Можно себя недооценивать, если ты понимаешь, что ты себя недооцениваешь. Тогда, то есть если ты понимаешь осознанно, что ты себя недооцениваешь, то тебе всегда кажется, что ты хуже, чем есть на самом деле. Потому что у тебя фидбэк, там еще что-то. Ну, не чувствуешь себя уверенным. Это может работать. Если ты себя оцениваешь реально, ну, когда ты понимаешь, что да, ты здесь можешь облажаться, здесь нормально, ну, как бы, то это тоже под спорь. Если ты себя переоцениваешь, так же переоценка должна быть сознательной. То есть ты думаешь, ну, ладно, как-нибудь выкрутимся, да, но адекватно. То есть выйдешь за адекватность, уже как бы, да, ты, ну, в какой-то момент тебя просто братанут, скажут, ну, слушай, ну, и там разобьешься об этих камнях. Мой опыт подсказывает, что когда ты себя чуть-чуть переоцениваешь, это позитивно сказывается на твоей зарплате. В меру. Безусловно, это сказывается. В общем, от меня будет такой совет, что, ну, вот недооценка себя, она катастрофически приводит к снижению доходов, это 100%. Ну, да, если... просто если ты понимаешь, что ты себя недооцениваешь, то ты будешь работать над тем, чтобы пойти и все-таки выбить себе зарплату побольше. Ты думаешь, я, ну, что-то вроде, ну, на самом деле я должен уже больше. Вот, но здоровая, адекватная оценка или какая-то пара, повышенная хорошая самооценка вообще такая, что, типа, мне все-таки по плечу, ну, как бы многие вещи. Она позволяет двигаться вперед намного быстрее, чем ты такой, ну, себя, ну, не уверен в своих силах. То есть уверенность, она здесь нужна для карьерного роста, для, в принципе, продвижения. Она очень помогает. И она зачастую является ключевым фактором, очень часто для того, чтобы добиться результатов, прям сильных результатов. Люди, бывает, шагают на несколько уровней вперед благодаря своей, вот, ну, такому запалу и своей такой самооценке, что, типа, я смогу. Берет и делает. Вот вообще в плане карьеры вести себя максимально меркантильно и свои интересы ставить превыше любых других, в том числе интересов бизнеса. Между работодателем и работником, как между государством и частным лицом, да, мы, как бы, сосуществуем, но у нас есть и противоречия определенные. Я, например, помню товарища еще, ну, со студенческой скамьи. Он вот прямо карьеру выстраивал прям исключительно, вот, просто вообще. Все, одеяло на себя, бизнес. Я не говорю вообще забить на интересы бизнеса, да, где ты работаешь. Потому что, ну, это тоже, как бы, это вряд ли поможет карьере. Но как дело человеку? При желании можно покрывать интересы бизнеса по минимуму, а тащить на себя одеяло по максимуму. Из разряда, что у тебя, например, хорошая производительность реализовала 10 фич, там, за, не знаю, за спринт, а средняя производительность 5. И ты не 10 деливеришь, а там 10 их, там, отложил на полочку, да, с помощью, там, ГИТа. Зачекинил, как бы, ну, а свободное время, ну, там, занимаешься повышением своей зарплаты. Грубо говоря, да, работаешь исключительно над этим. Вот насколько это правильный подход в плане карьеры? Мне кажется, эта сама ситуация, она попахивает чем-то немножко уже нездоровым. В плане, почему не здорово? То есть нормально, как бы, многие в таких ситуациях оказываются. Какой я нюанс вижу? Что лучше, выгоднее идти честно и открыто, чем скрыто. То есть если ты можешь сделать 10, то выгоднее пойти на другую работу, где будет 10, и тебе заплатят больше. То есть если человек этого не делает, то зачем, как бы, ну, то есть если у него оверскил такой, да, на работе, то зачем он на этой работе сидит? Воруют свое, может быть, даже, то есть он, говоря о том, что я сейчас тут поучусь пока, время свое, да, то есть он, может быть, ворует у себя же свое развитие, да, то есть он мог бы пойти и быстрее, просто поменяв работу. Или пойти, взять на себя ответственность, передоговориться с работодателем на другую зарплату, на другие возможности, да, то есть взять на себя больше ответственности и получать больше денег. То есть это вполне доступно очень часто на работе. Поэтому вот оставаться в такой ситуации нужно понимать, зачем, то есть если человек это делает. Вот если он четко понимает, что мне нужно сейчас конкретно вот пересидеть здесь, потому что вокруг кризис и сложно переходить, и все остальное, да, а здесь я пока могу, вот у меня есть курс на полгода, я как раз вот нашел себе непыльную работенку, растягиваю удовольствие, и при этом курс свой пилю, и, ну, грызусь, тогда, наверное, да, но это как временное решение. Если человек остается там постоянно, тут вопрос в его как раз карьерном вообще, то есть что он хочет открыть в своем карьерном развитии. Не, может быть, он совмещает несколько работ как раз, да, тогда это удобно, да, ты на этой работе даешь ровно столько, сколько надо, на другой тоже сколько надо, и у тебя две зарплаты. Ну, вполне тоже подход. Но тут опять же хуже, что это немного не открытая игра. То есть я больше за большую открытость это выгоднее, то есть за позицию вин-вин. Так что намного выгоднее жить в такой позиции, когда ты с работодателем договорился откровенно, да, что вот я делаю столько, но я могу сделать больше, но я не делаю больше, потому что вы там больше не платите. В общем, вопрос этики, он не эфемерный, то есть он как бы есть все-таки. Он есть, в какой-то степени он есть, просто потому что наша психика будет себя чувствовать неуверенно, и мы будем себя объяснять, себе, что, блин, ну что, ну вот я, ну это нас выжигает, то есть это та вещь, которая нам не делает хорошо. То есть мы деньги получаем, но при этом не чувствуем себя удовлетворённой от работы, потому что мы, по сути, немножечко привираем. И вот это привирание, они не так для нас же комфортны, эта этика, она как бы нам нужна прежде всего. Ну и потом, если вдруг это узнают, да, то есть мы все-таки, блин, узнали, да, потом сталкиваемся с конфликтом, могут ещё уволить или ещё какие-то проблемы, и это всё, в общем, ну как это, это мину просто такая, замедленного действия. Может взорваться, а может и нет. Ну и мы это чувствуем, то есть мы это не можем ни себе объяснить, что, типа, как бы нет, её нет. Ну, дамоклов меч, да, вот. Просто он есть, мы о нём знаем, и у нас это может влиять. В принципе, довольно известный факт, что проще всего себя зарплату повысить посредством перехода на новую работу. Потому что вот эта история про розовых пони, когда ты пришёл, и, значит, рынок растёт, допустим, ну, то есть не это просто абстрактно, это растущий рынок, сидит программист, получает там 100 тысяч рублей, грубо говоря, и, ну, рынок растущий, и он такой смотрит за то же самое, что он сейчас делает, он может пойти в другую компанию и получать 200 тысяч рублей. А если тренд растущий, то, грубо говоря, там, это может происходить каждые, там, каждые, там, полтора года, там, каждый год, каждые два, да. Как правило, эта история про то, что ты пришёл, и, там, начальнику говоришь, ты знаешь, типа, ну, теперь я хочу в два раза больше, и начальник такой, ну да, да, ну да, будем тебе платить в два раза больше. Это как бы история про, ну, розовых пони. Это, как правило, ещё называют неустойчивое менеджерское решение, потому что, если ты одному так повысил ни за что в два раза, то остальные тоже придут. Да. Вот, если у тебя не высекают розгами, как у Артемия Лебедева, за обсуждение зарплат, как бы, но это тоже редкая политика всё-таки, да, как правило, люди в кулуарах обсуждают это всё. Вот вопрос насчёт, вот, лояльность компании versus скачки по работам, да, то есть есть, многие советуют, блин, не страдайте фигнёй, ну, реально. Вот просто пришёл, вот, у меня есть оффер. Насколько это вот позитивно в плане карьерного развития? Есть компании, я знаю лично ни одного начальника, которые обращают внимание на скачки по работам, что, типа, это вот, ну, чувак здесь полгода отработал, здесь год, здесь полгода, здесь год, и стараются таких не нанимать. Но мне кажется, что, особенно на растущем рынке, кандидатов это мало беспокоит, потому что слишком много предложений, и, как бы, всё равно оторвут. И вот тут опять речь про вот эту меркантильность и этичность. Вот, блин, насколько это правильно? Вот вообще, как бы, да пофигу, там, то, что я вам тут что-то должен, как бы, вот две недели я тут сейчас вот ещё вам что-то тут объясняю, и всё, и идите нафиг, либо в два раза больше зарплаты мне. То есть этичность, она важна, нужна. Она важна человеку. Человек без неё, на самом деле, ну, не... Оно ему помогает. Нам с ней комфортней. И, как бы, мы чувствуем себя лучше, когда мы находимся в этичном мире, и вот это, ну, как бы, нас не предают, и мы никого не предаём. Мы чувствуем себя тогда лучше и комфортней. Тут есть другие аспекты. Этой этичностью может пользоваться и работодатель тоже, да, то есть он тебе не повышает зарплату. Извини, у нас тяжёлые времена, да. Сколько ты должен оставаться в компании, если у компании начались тяжёлые времена? Я работал в компании ещё на заре своей карьеры, в которую, там, ну, начались проблемы, арестовали склады, и они... Надо было работать, они прям снизили зарплату до минимума, и платили её, платили, ну, как бы, и потом компания закрылась. Люди не... Я надеялся, что позитивный исход будет. Нет, 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 это... Нет, позитивный директор выпустили, всё, сделка была, но компании он лишился. Сколько ты будешь оставаться в компании, да, вот у неё... А тебе детей кормить? Этичность, она тоже... Ты этичен относительно работодателя, а этичен ли ты относительно своей семьи? Капитализм. Почему капитализм? Ну, капитализм, да, но все мы хотим, чтобы наши... В социализме мы тоже хотели, чтобы наши дети получали лучшее. Просто, может быть, деньги не всегда решали, но тем не менее мы всегда хотели, чтобы наша семья всё получила лучшее. И тут, как бы, этичность тоже. Она... Насколько ты можешь быть этичен с работодателем? Ты можешь прийти и сказать, я хочу выше зарплату, потому что мне нужна выше зарплата. Не просто потому, что мне детей кормить, а просто потому, что я считаю, что да, вот я вот себя оцениваю на стол. Давайте мы подумаем, как мы можем это сделать. Он может сказать, в принципе, неэтично, слушай, да меня не волнует, как бы, такие работодатели есть вполне, иди на рынок, и пожалуйста. Вот если, кстати, на рынке не избыток... Это, кстати, вообще интересный вопрос, существует ли какая-то этика в рыночных отношениях, да, то есть, потому что это из разряда, вот как, грубо говоря, ну, обычные торговые отношения, да, вот, это, ну, да-да, нет-нет, ну, то есть, я спросил, ну, нет, ну, нет-нет. Ну, этика существует, ее, как бы, доказали, по-моему, даже экономисты играми там, да, где у нас, ну, в общем, что нормальные отношения на рынке. Вин-вин складывается. Как бы, вин-вин, он выгоднее, чем вин, поэтому я как раз топлю больше за вин-вин, да, просто бывает, что ты приходишь к работодателю, а у него что-то поменялось, он говорит, слушай, иди вообще, выметайся, и мне вообще не надо, ну, значит, хочешь больше, вон, иди и ищи больше, да, тебе никто больше не заплатит. Ты ко мне придешь, еще я тебе меньше заплачу, то есть, такое очень, такое бывает. Или, наоборот, ты приходишь к работодателю, он говорит тебе, да, конечно, давай, ты будешь что-то другое делать еще дополнительно, да, ты хочешь развиваться, давай мы тебе предложим что-то, ты за это будешь получать деньги, и это нормальный путь, он, по идее, такой должен быть в компании, когда мы приходим, объясняем, что мы хотим зарабатывать больше, готовы что-то для этого другое делать, и нам для этого предлагают возможности, и мы остаемся в компании. Очень много таких путей карьерных, и я как раз за него топлю, на самом деле, если такая возможность есть. Но иногда ты приходишь, и тебе говорят, да, я все понимаю, у тебя есть твое желание, но вот у нас как бы, вот по правилам, по нашим внутренним, по бюджетам, потому что бюджеты там планируются на год, там еще что-то, ну, то есть мы как бы не можем тебе взять и нечего предложить. Найдешь, иди, вот, ну, что я тебе как бы, ну, то есть я бы и рад бы тебя оставить, но вот возможности нет. Ну, по-разному, разные могут быть возможности. Внутренняя бюрократия, или же ситуация на рынке, что компания не растет, или просто не нужно больше работы, как бы, в ковид. Пришла компания и говорит, слушай, ну, сейчас мы тебе не можем платить полную зарплату. Ну, вот как бы, вот, там, 70% от оклада. Ситуация тяжелая. Как бы решать сам, оставаться или нет. Это очень этично, по-моему, с точки зрения работодателя. Вот, кстати, получается, что многие проблемы, они на самом деле произрастают от недостатка способностей коммуникации. Потому что очень часто история, это вот, то есть Хаббард полнится, вот, всеми этими комментариями. В статьях, вот, где обсуждаются подобные темы, типа, да ну нафиг, это надо идти, и что-то там, ну, то есть, что-то там разговаривать, как бы, это уже все, катастрофа, как бы, просто идти и говорить. И это вот, да, это, как бы, отдельная история, ну, про коммуникации. Как определить, что, ну, это безотносительно скачков там между работами и так далее. Действительно, вот, человек, там, допустим, работает, ну, относительно длительное время в компании. Как определить, что пора менять компанию для карьерного роста? Можно по-разному подойти к этому вопросу. Потому что иногда бывает профессиональный, например, вопрос, да, то есть, человек вырос, ему скучно работать. А бывает, что у банального человека, там, родился ребенок, или он взял ипотеку, ему нужно больше зарабатывать. Или же в компании пришел новый руководитель, или новый сотрудник, или со старым какие-то конфликты возник, да, с которым просто невозможно находиться. Причин может быть много разных. Если мы берем конкретно профессиональную причину, как бы я бы сделал? Во-первых, посмотрел бы, попытался изучить рынок, а что там по зарплатам? Потому что, ну, сидеть в компании ниже рынка не стоит. Бывает, что компания чуть ниже рынка, но при этом она тебе дает хорошую социалку, у тебя хороший коллектив, все интересно, все классно, но ты получаешь как бы чуть меньше, да, ну, потому что там другими добираешь вещами. Вот ты как бы смотри на рынок, что там, да, и определи. Если для тебя уже вот здесь денег мало, да, то как бы, может быть, это уже сигнал для того, чтобы поменять и двигаться дальше. Это раз. Другой, ну, заскучал. Профессиональное выгорание. То есть очень часто бывает, что все, ну, не могу, все. Я вот прям на работе, здесь прям, мне, у меня был период, когда, ну, очень часто, то есть что-то работы много, я сижу, ну, вот не хочется. И очень часто выгорание уже просто не хочется, уже все знаю. Уже все знаю, что делать, не знаю. И вроде бы и поигрался там, и руководителем, ну, там, каким-то постарше стал или еще что-то, неинтересно, все. Вот надо что-то придумывать. Надо, значит, идти, менять, развиваться. Кстати, интересный вопрос, стоит ли выжимать вот этот вот максимум, типа, ну, все, я тут уже все взял. Потому что, на самом деле, мне кажется, что зачастую люди могут уйти где-нибудь, ну, вот не все выжимать, потому что, как правило, ты там первые 80 процентов, ну, как минимум, технической экспертизы из компании можешь выжить, ну, за полгода год, 80 процентов всей той экспертизы, которая тебе оттуда прилетит, да, год, год. И, как бы, остальные 20 процентов выжимать не настолько это классно скажется на росте твоей зарплаты и проще, на самом деле, уже задуматься о том, чтобы... И вот это, в этом плане, я тоже видел, что люди по, вот, как бы, этому же алгоритму, да, то есть выжимают быстро все. Да. И это дает прям мега-буст сразу. Ну, и так люди вот этими скачками, и вот это получается, вот эта история, что год проработал, если чувак не дебил, то есть он реально включился, он реально за год просто он прям шарашит, он работает, он за год просто выжимает всю эту экспертизу и говорит, ребят, классно, как бы, спасибо, что научили, в кавычках, я пошел, потому что я теперь X2, просто стою. И, ну, естественно, есть относительные потолки, и так, как бы, люди скачут пока там до 500, там, Каусловно, не доскачут. Факт, это работающая схема, на самом деле, действительно, в целом. Ну, то есть, опять же, все индивидуально, надо смотреть, да, но в целом это хорошая, как раз классная схема. Если ты настроен на карьерный рост, ты берешь, действительно, идешь в компанию, погружаешься, там, первые три месяца ты вообще ничего не понимаешь, как правило, у тебя там все новое, там, через полгода у тебя какое-то уже прояснение, там, через год, да, ты уже выжил какие-то прям, понял какие-то, не знаю, 70-80 процентов, через год уже можешь менять. А еще годовой бонус получил и пошел на другую работу искать. Да, это вот так вот поработаешь несколько лет, ты действительно очень сильно продвинешься, потому что трудоустройство на каждую работу, ну, если это вызов работы, да, если не как бы деградация, да, если ты как бы берешь, идешь на новую работу, которая выше по скиллам, выше по АЗП, и вот там туда идешь. И ты вкладываешь туда много сил, потому что адаптация к новой работе, это как проект, который, ну, прям по трудозатратам, да, ты за три года, да, вложишь очень много сил, перемены, работа, потому что тебе придется много разбираться, возможно, больше работать, чем уже как бы тем людям, которые там работают давно. Но ты получишь классный карьерный рост и рост по зарплате. Деньги, скорее всего, тебе не компенсируют те усилия, они тебе время не купят. Ну, максимум, что за эти деньги сможешь себе позволить какого-нибудь массажиста, психолога или еще что-то, которое тебе поможет справляться быстрее и проще с нагрузкой. Вот. Но времени будет не хватать, поэтому карьера у тебя будет певеть, а вот твои другие проекты, типа, например, там твой спорт может пострадать, если ты постоянно в работе, в запаре, семья у тебя может не появиться, дети могут вырасти без тебя. И как бы в этом есть кроме плюсов, и это как бы классные карьерные, да, но они там есть еще и минусы. И это очень важно, потому что чем выше ты растешь, тем больше там требований, чем меньше ты там можешь соскочить, чтобы типа там вот пришел в компанию, да, либо ты там вработаешь, втягиваешься и растешь, либо ты там имитируешь вид деятельности, но не растешь, да, и тогда у тебя есть время, но у тебя нет роста, вот, поэтому меняй, расти, да, потому что это то самое время, когда у тебя еще много сил, много энергии, ты готов не спать и развиваться, да, и расти, и можешь себе поднять быстрый уровень. Если тебе уже 35 плюс, да, тебе это делать уже сложнее, но иногда нужно, так что каждый выберет для себя, но это работает действительно, просто зависит от того ресурса, насколько у тебя его хватает. Прямо практический кейс, он часто возникает, на самом деле, у программистов. Есть какая-то задача, и ты знаешь, как ее решить таким образом, чтобы это было выгодно для бизнеса, простыми способами, и есть второй вариант, он более сложный, но это тебе даст какую-то прибавку, например, ты можешь затащить какой-нибудь фреймворк, классный, модный, который, вот, если ты с ним работал, у тебя на рынке сразу плюс процентов 15 или 20. В резюме можно строчку записать, но ты как программист понимаешь, ну, блин, ну нет, ну нет такого бизнес-рекуайрмента, да, ну не требуется это. И оно может по-разному проявляться. И иногда это формулируют, как лучше не делать, исключительно соблюдать интересы бизнеса, либо сделать, особенно если ты имеешь риски, и потом извиниться. И в плане карьерного роста, в техническом плане, рекомендация попробовать воспользоваться фреймворком и потом извиниться, если что не так пошло. Можно и так сделать, это выгоднее для бизнеса, а можно вот так сделать, это повыгоднее для меня. Не могу так сказать, да, то есть повыгоднее для меня, да, но в том числе и выгоднее для бизнеса. Ну, то есть как бы бизнесу, по сути, если я сделаю хорошо, ему немного пофиг. То есть, а если это, конечно, то есть я не выбирал, наверное, просто такие рискованные технологии, где я могу все запороть просто потому, что я выбрал рискованную технологию. Потому что я не люблю зоопарк технологий, потому что я за то, чтобы поддерживать систему легко, да, то есть надо делать такие системы, которые легко поддерживать, иначе ты будешь постоянно тебе будут приходить сообщения и звонки, что у тебя опять не работает. Поэтому я всегда выбираю проверенные технологии, которые хорошо работают. Но при этом попробовать что-то новое, что излишне для бизнеса, то есть оно ему как бы не нужно, но при этом, да, я как бы экспериментирую. Да, я на это потрачу побольше времени скорее, потому что я больше... Такое, в принципе, было. Тут надо как бы осознавать риски. Если ты завалишь для бизнеса, там важный проект, как бы возвращаемся к вопросу про этичность. Да, этично ли это заваливать бизнесу проект? А собираешься ли ты оставаться на этой работе? И вообще готов ли ты рискнуть тем, что у тебя есть? Потому что на самом деле имидж и авторитет это все-таки тоже не пустой звук. Потому что очень бывает, что ты с одним работодателем что-то плохо сделал, да, и потом по тебе пойдет история. Встречал случаи, когда людей знали, там шел слух, что этого человека брать не надо. Да, поэтому тут как бы надо быть аккуратным, да, чтобы все-таки... Ну, по мне, это мой такой подход. То есть я против того, чтобы обманывать работодателя сильно, да, и быть настолько неэтичным, чтобы делать ему пакости. Если это укладывается в какую-то погрешность, выбираешь технологию, делаешь тебе удобно, тебе выгодно, да, ты учишься и все такое. Но, с другой стороны, возвращаемся к вопросу, предыдущему вопросу. А если ты... Если тебе работодатель не может дать интересных задач, и ты заскучал, что тебе приходится уже придумывать себе, то, может быть, тебе работу поменять? Или проект. Ну, или проект, да? Или прийти, что-то другое предложить. Ну, правда, не знаю, где хорошо процессы выстроены. Может быть, это, конечно, сложнее, да. То есть, это вопрос... Ну, этим может заниматься только кто-то, кто типа темлида. То есть, потому что тот, кто под контролем, ну, не сможет протащить то, что, как бы, ну, такое рискованное. И только если всех обманет и как-то там, не знаю, проманипулирует. Да, разные размеры организации, где все, да, под контролем. Там встречал случаи, где люди себе, ну, и специалисты тоже могли как-то повлиять. Да, то есть, прийти и сказать, я хочу попробовать. Темлиду как бы объясняли свою заинтересованность. Темлин говорил, а давай, да, действительно, попробуем. И давай-ка. Продавал эту идею руководитель, руководитель говорит, давайте, да, новую сейчас сюда, новую БДшечку впихнем. Тут моя любимая ремарка, что вообще IT-индустрия, это не то, чтобы не Сбер, Тиньков и Яндекс. Да, конечно, это там, они, может быть, там, какую-то огромную долю там занимают, рынка там. Но если брать все IT-индустрию, я даже не знаю, какая их доля в плане там, вот, вакансий, да, условно, насколько они там... Потому что вся IT-индустрия, она просто огромная. И мне кажется, что она вообще... Это не... Они могут быть драйверами, да, там, чего-то, но вообще вся IT-индустрия, это огромное количество маленьких компаний, у которых IT-шка, это вообще может быть, ну, то есть, побочная, как бы, штука, которая им просто необходима. Они делают маленькие кастомные продукты и так далее, и это совершенно зачастую не про мега-супер-крутых программистов, бест-практис и прочее. Да. В этом плане, когда я прохожу на конференции, когда вот это вот все, я всегда говорю, ну, ребята, вообще надо иметь в виду, что здесь собрались, вот, там, 90% это те, кто работают в супер-крутых топах, компаниях, где всякие agile-процессы, огромное количество компаний, там, в этом ничего нет. В этих компаниях зачастую оно может больше вредить еще, чем... Да, неграмотное использование применения, оно им навредит. Вреда можно больше нанести. Вопрос такой у меня про коучинг. Вот есть такое ощущение, ну, я не знаю, благодаря чему оно складывается, но ощущение такое есть, что коучинг, это такое, что-то типа сродни инфо-цыганство, это чувак, ну, или чувиха, которая такая говорит, блин, давай, делай, молодец, давай, делай, давай, давай. Вот это оно, или все-таки коучинг, это другое? Или это действительно, ну, это не коучинг? Наверное, надо посмотреть определение в энциклопедии. Нет, понятно, что есть образ сложившийся, что это какое-то инфо-цыганство, люди, которые, да, как приготовить борщ, да, и там анекдот, тебе просто надо его приготовить, там, как его, что сделать, да, вот возьми, ты знаешь, ты прислушившись к себе, ты знаешь, как его приготовить. Ну, это приблизительно, как про айтишников, то есть, никто не понимает, в чем специфика коучинга, ну, или очень небольшое количество людей, которые понимают, в чем разница, и они используют себя во благо. Коучинг в переводе, да, это, ну, как тренер, коуч, это же с английского тренер, по сути, еще переводится как тренер, просто тренер это тоже коуч, по сути, тоже человек, который тебя заставляет, например, идти, да, что-то делать в спорте, ты приходишь, он тебе говорит, так, вот делаем так, давай, 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 и иди. Кому-то нужна вот мотивация, вот это такая. Ну, да, такая мотивация. Такой экстренальный фактор. Наверное, на русском это называется тренерство. Я, правда, не думаю, что это реально работает без внутренней мотивации, я сомневаюсь. Коучинг, есть техника в психологии, я бы, наверное, говорил про нее. Есть школы коучинга, это уже системное знание, да, это сродни чем-то техникам в психологии, да, в психологии есть, например, гештальтерапия, есть когнитивно-поведенческая терапия, да, и вот школы коучинга, они тоже есть разные, придумывают определенный метод, его разрабатывают, тестируют, и есть федерация коучинговых, вообще мировая федерация коучинговых школ, ICF, она так называется. То есть, во-первых, если мы говорим про коучинг, про профессиональный коучинг, она должна быть как минимум лицензирована в этой организации. Если мы говорим про нормальный коучинг, который помогает, мы должны пойти к коучу, у которого есть сертификация, да, от школы, которая ICF, да, поэтому, вот если мы касаемся конкретно этого коучинга, то он помогает как? Когда мы как раз чего-то не понимаем, мы приходим к человеку, который задает нам наводящие вопросы, те или иные. Мы начинаем понимать про себя чуточку, что-то больше, и понимать, что мы зачем делаем, что мы зачем хотим, да, это, казалось бы, очень простой вопрос, но большинство людей, которых я знаю, они не очень понимают это. А те, которые понимают, как правило, имеют хорошие деньги, хорошую мотивацию. Поэтому коучинг помогает как раз выйти из профессионального выгорания, из чего-то. То есть, это умение правильно задавать вопросы, чтобы найти твою внутреннюю мотивацию, что-то делать. Это какой-то, получается, стык психотерапии и еще чего-то. Да, но психотерапия, как правило, она работает, ну, я как для себя сформулировал, это я не профессиональная точка зрения, это моя, да, то есть, психологу ты приходишь с проблемой и говоришь, вот у меня проблемы, психолог тебе как-то помогает с этой проблемой разобраться. А с коучей ты приходишь и говоришь, я вот хочу что-то нового, условно говоря, ну, не понимаю, что хочу. И коуч тебе помогает понять, а что же ты хочешь. То есть, не почему у тебя там какая-то проблема, не как ее там решить, да, а понять, что именно ты хочешь для того, чтобы что-то сделать, что тебе нравится, да, следующим шагом. Вот, каждый, то есть, по выходу с сессии коучинга у тебя должен быть план, как минимум, три действия, которые ты сделаешь следующие, конкретно для себя, для своей, для своей задачи, которую ты разобрал с коучем. Поэтому это, как бы, он как бы двигает вперед, а типа психология больше работает немножко с прошлым, ну, как бы так получается в основном. Вот, а это как бы за будущим. Расскажи про свой путь, вот, ну, грубо говоря, линейного сотрудника до руководителя. Ну, то есть, ты все-таки, ну, сейчас ты не руководишь. Сейчас я не руковожу. Но ты руководил. Руководил. Расскажи про путь вот этот линейного сотрудника до руководителя и какие трудности сопровождали вот этот переход. В чем так, вот в чем разница была, что тебе пришлось для этого сделать? Или это как-то совершенно натурально, естественно, почему ты? Многие не хотят вот этого вот, потому что это появляется менеджмент и так далее. Хочу просто технарить. Как у тебя вот этот процесс весь проходил? Я полюбил менеджмент. Я столкнулся как раз с профессиональным выгоранием. Мне было очень скучно, не надоело и все остальное. Я пошел, получил MBA и как бы понял, что там очень много интересного оказывается, что это не просто эффективный менеджер и вот это вот руками водить. Там прям про очень многие важные и интересные вещи, которые до сих пор мне помогают. Я полюбил менеджмент и начал просто это использовать в своей работе и все. И как бы я вышел из профессионального выгорания, потому что я достиг профессионального потолка и новый взгляд на работу позволил мне увидеть, где новые проблемы и пойти предложить, кстати, руководству, решать их по-другому, эти проблемы, и руководство согласилось. Это была небольшая компания. Не было таких best practices, которые вот... Но я пришел, говорю, давайте мы вот... Я предлагаю себе организовать новую должность, в которой я буду заниматься вот этими, вот этими, вот этими вещами, потому что это будет помогать. Директор, он же, ну, один из учредителей компаний, посмотрел, сказал, слушай, звучит хорошо, давай попробуем. Вот так это как-то получилось. И это произошло естественным образом. В принципе, хорошо, когда тебя инициируют, то есть в компании появляется какая-то вакансия, да, место, и ты туда переходишь. И тебе помогают, ну, такое есть тоже, практика неплохая. У тебя не стало сложнее жить, грубо говоря, в этой новой роли? В роли сложнее жить? Нет, но это интересно. Бывают разные просто руководители, да, бывают, когда на тебя там наваливают сразу дофига задач, и как бы, и ты такой, типа, не знаешь, как с ними справиться, да, там прям вообще. Но в целом мы адаптируемся. Те же самые три месяца, мы как в тумане, потом полгода, мы уже как-то ориентируемся, и дальше все нормально. Это не... Ну, и тоже руководитель в разных организациях может быть вообще вести себя по-разному. Где-то это управление, ну, играющий тренер, если мы говорим, пройти, да, где-то это просто человек, который прям руководит. Именно ничего сам, словом говоря, не делает, не настраивает, да, и не программирует, а просто вот объясняет, куда мы движемся, чтобы люди работали и выполняли задачи, которые нужны. Руководитель должен быть эмпатичным, там, с условно-высоким, развитым искусством. С развитым эмоциональным интеллектом или это как бы необязательная вообще история? А должен ли быть сотрудник с развитым эмоциональным интеллектом? Ну, вообще, конечно, хорошо, когда так. Если я с точки зрения бизнеса смотреть, вот у меня бизнес, мне нужен руководитель, который выполнил мне задачи. С точки зрения меня, мне важно, чтобы он со мной понимал меня и добивался нужных мне результатов. Как бы, нужен ли мне человек с развитым эмоциональным интеллектом? Не знаю. Если он эффективнее, тогда да. Эффективнее ли он? В каких-то случаях он намного эффективнее, а в каких-то случаях и жесткие какие-то или неэмпатичные люди добиваются прекрасных результатов, потому что подбирают себе в команду тех людей, которые разговаривают на таком же языке. Я такое тоже встречал. То есть они прям вот собрались, те самые люди, и вот они вместе прут, и ты там хоть, ну, хоть это, им туда, эмпатичных руководителей, они, эмпатичные просто из этого коллектива просто вылетают. Такое тоже бывает. Поэтому это для меня лучше, если мы хотим нормального развития, это лучше. Но если мы сами как бы токсичные такие ребята, как бы и нас это драйвит, то, может быть, мы пойдем как раз в команду к людям, которые готовы, если что, хвост причемить. Вот смотрю, там какие-нибудь блогеры, у которых там больше подписчиков, постоянно какие-то видосы, постоянно какие-то активности. Блин, вообще офигеть круто. Но замечаю, что вот, ну, я не знаю, либо все, либо 90, я не знаю, тут условно как вот 90% знаменитые, которые из головы, но по наблюдениям так, что это все сплошь, ну, люди до 30, как правило, без семьи и детей. Вот, мешает ли семья и дети карьере или нет? В каком-то смысле она мешает, а в каком-то смысле помогает. Она мешает заниматься вот как раз разбрасыванием себя, потому что время у тебя становится меньше, и ты должен себя вкладывать эффективней. Чтобы быть эффективней, тебе нужно развиваться, именно прям сильно развиваться. То есть ты как бы больше требований, более жесткие, да, но, ну, как бы времени остается меньше, и либо ты не справляешься с этим, постоянно кручишься, как белка в колесе, либо ты все-таки справляешься, и тогда твой рост, то есть если мы возьмем человека без детей, ну, который развивает карьеру, дадим ему детей, скажем, а теперь давай вот тебе проект, чем дети не проект, да, есть один очень классный человек, который сказал, как бы, я рассматриваю детей тоже как бизнес-проект, как бы, и это проект, который требует внимания, управления и все остальное, то есть как бы, и он должен быть в порядке, да, то есть и бизнес, и дети, все это проекты. Вот попробуй, да, два таких проекта совмести. Вот, тогда мы посмотрим. Я всегда говорю, нету детей у блогера, они там что-то вещают, говорю, давай посмотрим, когда у них дети появятся. Это я, это жена мне приходит, вот смотри, какие блогеры, я говорю, вот классная жизнь показывает, давай посмотрим, когда у них ребенок появится, как они будут с этим справляться, и посмотрим, как бы, чем они будут от нас включаться. Сколько видосов начнет выходить, да. Да, и как раз, да, дети появились, и сразу стало понятно, что мы все одинаковые, что, ну, нет, ну, они действительно, то есть есть люди, которые молодцы, они действительно проэффективность, они действительно справляются с этим, научаются, это молодцы, вот, но есть люди, которые завалятся, и все. Давай к следующему блоку перейдем, к, ну, тоже связаны, в общем, с карьерой, это собеседование. Начнем с, вот, кейса, про который я просто знаю, как бы, просто токсичных собеседований. Вот расскажи про свой самый мега токсичный кейс с собеседованиями, ну, и сразу задам вопрос, как вот с этим токсичным собеседованием справиться, как это пройти, когда тебя морально, грубо говоря, там, растоптали, и, типа, ну, вообще, уничтожили тебя на собеседовании. Это бывает со всеми, вообще просто, просто со всеми. Чувак, который написал книжку, вы не знаете JavaScript, вообще мега эксперт по JavaScript, он не прошел собеседование, ему сказали, что он плохо знает JavaScript. Это известная фигня, как бы. Ну, вот расскажи. Да, да, было одно, особенно запомнившееся мне собеседование, не будем называть компанию, я пришел, и руководитель, то ли был не в настроении, то ли еще что-то, ну, в общем, мне досталось. То есть, у меня был опыт, но он начал докапываться именно до тех деталей, которые я не знал, ну, как бы, вот в моменте не мог объяснить. Вот, и так получилось, что он тыкнул вот везде, везде, и, в общем, и делал это очень как-то неэтично. В результате было ощущение, что, да, меня просто там разрезали, отрезали просто по куску просто. Вот. То есть, я ушел с ощущением, что, ну, было, конечно, такое, я вышел, думаю, блин, куда я попал, что сейчас было. Вот, как в моменте это остановить, это, ну, как бы, наверное, про некоторую осознанность. Если, как бы, мы попадаем в такую историю, мы не обязаны досиживать, если что, как бы, мы можем сказать, слушайте, давайте-ка остановимся, да, я чувствую, как бы, что что-то мы не туда пошли. Вот, давайте до свидания. Вот. Ну, слава богу. Давайте до свидания. Да, давайте мы сразу остановимся, мы друг другу не подходим. Это отличное, кстати, упражнение для того, чтобы выстраивать отношения с работодателями, потому что, если ты можешь это сказать на собеседовании, то дальше вы с работодателями сможете лучше выстраивать взаимовыважительные отношения. А есть же прям специально стресс-интервью, да, что типа устраивают специальный стресс для человека, чтобы посмотреть, как он в этом стрессе вообще такое даже. Ну, мне кажется, это не совсем этично, ну, как бы, компании даже это, как мы будем говорить про этичность сотрудников, если компании тоже иногда себя ведут очень неэтично. Вот, поэтому, да, в процессе так, потом как справиться, ну, надо понять, что, во-первых, мы не знаем, что это было, вдруг это было стресс-интервью, вдруг мы случайно наступили на какое-то, ну, у человека, может, проблемы просто с утра, может, у него не сварение вполне, да, и мы очень часто, или голодные, кстати, нельзя ходить на собеседование голодным людям, это факт. То есть, не ходите на собеседование прямо перед обедом. Ты позашел, вы сегодня, ну, кушали, да? Ну, но перед обедом не надо, то есть, если ты как бы назначаешь там, типа, ну, как бы, не то, что не надо, ну, уставшие, голодные, это все. Недельник лучше не надо, говорят, я слышал. И опять же, утром собеседование проходит легче, просто потому, что сам чуть бодрее, если выиспался, если все хорошо, а вечером, если у тебя был тяжелый рабочий день, то сложно. Поэтому, да, значит, как с этим потом справиться? Ну, во-первых, это может быть стресс и прям реальное напряжение, если надо прям снять напряжение, сейчас нужно, можно взять кувалду и кирпичи, и что-нибудь, или, в общем, что-нибудь, выместить гнев на что-нибудь, а в целом работать со своими установками, что как бы мы не 100 долларов о купюре, чтобы всем нравиться, да, поэтому мы действительно можем попасть на людей, даже будучи очень крутыми специалистами, которыми, ну, просто которым мы не подходим. И это встречается часто, да, мы можем, кому-то мы идеально подходим, и люди будут говорить, блин, как с нами классно, да, кому-то не подходим, это надо понимать, чтобы не придавать этому какого-то глубокого прям значения, да, зная, что можно попасть на что-то нехорошее, чтобы потом не испытывать долго переживаний, что со мной что-то не так. Как думаешь, ну, у меня есть, в принципе, ответ на этот вопрос, но вот твое мнение, ну, бывает, да, что собеседования там длятся там часами, но чаще всего все-таки нет, чаще всего там, ну, час, условно, да, даже как бы техническое интервью, и, как правило, этого достаточно. Можно часто увидеть на условном хабре, как вот, вот куча статей есть, что типа вот мы пытаемся найти какого-нибудь медла обычного, ну, такие дебилы приходят, куда вы все делись, нормальные программисты, что вокруг одни дебилы, вот просто вот, вот вообще ужас. Вообще можно ли, ну, тут как бы с точки зрения работодателя, да, вот за час узнать человека, в том числе его технические, скиллы, настолько проэвалюировать, вот хорошо, детально, чтобы потом вот с такими, значит, заявлениями, что-то подобное писать, или вот, ну, или вообще составлять мнение о кандидате, вот подобным образом, что, потому что у меня ощущение, что единственный вывод, который можно сделать из собеседования, которое вот не сошлось, это вывод, типа, мы друг другу не подходим, здесь и сейчас, по результатам вот этого, то есть нельзя вот эти долгоиграющие выводы какие-то странные делать. Я даже думаю, что надо вывод, можно вывод такой делать, что этот человек эту задачу не выполнил. Все. Конкретно эту задачу. Вот он дебил, как бы там. Да. И еще не факт, что другую задачу на практике он тебе не выполнит и не будет с тобой работать очень хорошо. То есть вот это тоже очень интересный момент. Да, он может тебе здесь завалить, и для этого есть куча факторов. Вот вы вообще друг друга не знаете. Вы садитесь, это стресс, это экзамен, все остальное, но потом на протяжении трех месяцев ты на него посмотришь, а вдруг он у тебя лучше, чем все твои, которые у тебя есть. Такое тоже бывает. Да, нельзя судить, что все как бы вот не подходят. Чтобы научиться проходить интервью, нужно учиться проходить интервью, а не программировать, да? Поэтому... Конкретно. Да. Многое же зависит. Насколько ты себя уверенно чувствуешь, насколько ты все вспомнил, насколько ты готов... То есть прошел... И поэтому, конечно, и помогает прохождение большого количества интервью, потому что ты как раз привыкаешь к всем этим стрессовым факторам и чувствуешь себя лучше. Вот. Но тут еще вопрос к вопросам, да, которые люди задают, потому что зачастую то, что они спрашивают, касается какой-то базы, иногда эта база релевантна тому, что используется реально, а иногда нет. Ну, вот так вот устроено, что наша типовая задача, она как бы совершенно другая, совсем другая, чем нежели нас спрашивать на интервью, да? И на этот счет много мемчиков. Поэтому делать выводы, наверное, нельзя вообще. Даже нельзя прям точно делать выводов, подойдет этот человек или нет. Просто хотел добавить, что это работает, кстати, и в обратную сторону. Как вот в твоем случае, ну, грубо говоря, конечно, самые экстремальные примеры, они, ну, всегда как бы совсем неприятные. Там, и хочется действительно взять кувалду и вообще как бы не в стену ударить, а там того, кто как бы тебя собеседовал, да? Но в целом это работает в обратную сторону. И если у тебя провалилось собеседование, и ты считаешь, что интервьюирующий тебя в чем-то был неправ, тоже нельзя сделать, в общем-то, вывод о том, что компания, ну, вот все говно. Я тоже вот как бы анализировал и пришел к такому выводу, что, блин, это все фигня. Согласен. Есть еще момент, что тут могут просто люди друг к другу не подойти. Ну, да. И момент, что не всегда профессиональные навыки, да, иногда просто бывают для людей какие-то триггерные слова, которые их там, типа, о, он сказал вот это или так, вот я с ним не хочу работать. У него там подход не тот или еще что-то, зависит. Ну, все мы люди. Приходя на интервью, тоже надо понимать, что там не бог сидит, который все знает и все понимает. И еще к тебе будет хорошо. То есть это у нас еще зачастую вот этот вот стереотип, что там какой-то, то есть у многих людей, да, что мы пришли на экзамен, что там сидит преподаватель, который знает предмет лучше тебя. Вот это как бы не всегда так вообще. Интервью – это не экзамен. Интервью – это, да, не экзамен. И если мы адекватно понимаем, что происходит, то нам намного проще это как бы и удача, и неудача переносить. Вот посмешить зрителей и слушателей. Вычитал тут, значит, не знаю, насколько можно доверять опросам работы.ру, но, в общем, каждый пятый работодатель использует астрологию при поиске нового сотрудника. Большая часть рекрутеров, 74%, смотрят на знак зодиака, когда собеседуют на руководящую должность. Поэтому моя рекомендация… Ну, я не думаю, что 74% рекрутеров смотрят на знак зодиака в IT-индустрии, но допускаю, что тоже, потому что там еще как бы HR-ы подбирают, и неизвестно, кто из них адекватный. Поэтому, резюмируя, я вот думаю, что как бы собеседование, надо просто понимать, это весьма ситуативная вещь. И объективного там, дай боже, 20%, грубо говоря. Ну, согласен, да. Я не встречал вообще призывок в последние, по крайней мере, лет 15 не встречал использование астрологии, ну, я допускаю, что кто-то может быть… Тебе просто лучше не говорили про это. Да, ну, на самом деле, хорошие HR-ы, они тоже не глупые, людей, в принципе, чувствуют, у них это их профессиональный навык, да, чтобы понять, что с человеком можно иметь дело или нет. В целом, да, как с сотрудником, а уж как бы руководители должны по идее зафиксировать, там, сработаются они или не сработаются, и технические навыки. Вот, но как бы искажений у всех у нас восприятия много, поэтому можем совершенно не попасть случайно, да, вот как быть суперпрофессиональным, и написать книгу, блин, сделать подкасты, курсы, да, вот я не знаю, попробуй, попробуй закинь режимешечку и пройди где-нибудь собеседование, интересно посмотреть на результаты. Про зарплатные переговоры. Есть такая любимая игра, но она уже всем теперь как бы известна, кто первый назовет зарплатные ожидания. Ты придерживался ли какой-то стратегии в этом плане? Потому что, вы знаешь, есть вот этот совет. Не называй первым типа зарплату, на которую ты ориентируешься, потому что тот, кто называет первым, тот проиграет. Вот, ну вот бредом попахивает реально вот эта вся история. И за HR-ами тоже замечено, что они, даже если их вынуждают первыми, они специально могут первично занизить вилку. Да, такое может быть, что они, я думаю, что им не всегда выгодно говорить про вилку. Я не понимаю, да, что тоже, ну это торг такой, да, как торговаться. У меня есть стратегия, я ее придерживался, обычно она звучит так, что, да, мне нужно минимум, ну, во-первых, нужно понять, какую цифру, да, мы хотим и четко, и это нормально называть цифру, то есть я хочу, вот мне нужно столько денег, я хочу столько, минимум, да, и, соответственно, там максимум. И можно обыграть это по-разному тоже сказать. Смотрите, вот я, вот мне минимум нужно столько, ну, при условии, что у вас там простой, например, простые задачи, там, или еще что-то, то, что я прихожу и уже как бы вливаюсь в работу как бы как готовый специалист. Или, например, мне нужно столько, если, или не как готовый, наоборот, как новичок даже скорее, да, мне нужно немножко погрузиться, да, я готов как бы, чтобы я, если я расту, да, то я готов чуть меньше получать. Если я прихожу и уже как раз как готовый просто все свое использую и прям вам полезен максимально, то я хочу вот столько. Да, просто я больше работаю, там, ну, или как бы я там выполняю другие функции, например, я больше там чуть-чуть тем лид, например, да, меньше там, или архитектор, да, Тогда вот я готов на побольше. Все нормально на это реагируют. Я не встречал ни разу, что кто-то сказал. Обычно говорят, у нас зарплатная вилка максимум столько, мы не готовы. Просто они говорят, что вот настолько. И ты дальше уже решаешь, идешь ты на нее или нет. Просто бывает вот эта история, что, ну, казалось бы, вот ты назвал, ну, почему бы не назвать первым? Ты знаешь, сколько ты хочешь. И как бы можешь назвать. И тебе ее дали. Вот дали эту зарплату. Блин, классно, дали. А потом, ну, выясняется, что на самом деле на эту должность там вилка другая была. Не там, не 200, а 350. И выясняется, что рядом Василий, вот прямо на этой же должности рядом сидит. У него 350. И это вот как бы начинаются вопросы. Такое было, да. Это демотивирует. Наверное, это тоже не очень. Ну, хотя как, руководитель, ну, руководитель компании, да, этим пользуется, демотивирует, но, не знаю, по ситуации. У меня есть ощущение, что это токсичная история на самом деле. Ну, да. Наверное, да. Бывают такие истории, что человек, например, отработал, там, не знаю, 10 лет какой-нибудь государственной организации. И он вообще не в курсе, какой рынок. И он приходит, и с его опытом, да, люди видят, о, классный, классный сотрудник, да, с таким опытом, я готов его взять за сток. И он идет в эту компанию. Но, с другой стороны, если он это узнает, это его тоже плюс. Да, да, здесь он конкретно, он проиграл битву, но не войну. То есть, если он понимает, что там есть зарплата намного выше, во-первых, он может прийти в компанию и сказать, смотрите, я уже у вас поработал, испытательный срок прошел, а другие больше получают, а может быть, полгода прошел, я уже все въехал и все такое, давайте мне там больше повышайте, да, и они могут повысить, потому что у них другой, ну, другая зарплатная вилка. Или же уже использовать это для перехода в другую компанию, потому что он знает рынок. И понимая, что работодатель ему не хочет повышать, да, он пришел, сказал, он ему не хочет, ну, тогда я пойду в другую. В принципе, эта история работает один раз. Как раз когда человек, не зная рынка, пришел, потом он уже лучше ориентируется, и, ну, можно попасть в такую ситуацию. Ну, я бы не делал из этого прям проблему, надо просто взять и исправить ее. Давай про немножко, ну, в каком-то смысле текущую ситуацию, хотя частично это было, конечно, всегда, потому что вот эта история, вот как вот, ну, я в самом начале, это, можно сказать, совет от меня, чуть-чуть себя переоценивать. И чуть-чуть можно приврать. Чуть-чуть. На дельту. На определенную. Почему? Потому что, если ты задаешь маленькую дельту, вот это, там, привирашечки, скажем, да, ты можешь себе, там, попросить на 20% больше. Если ты не идиот, то ты эту дельту быстро закроешь. Ну, если ты не, как бы, не объявил, что ты гуру микросервисов и вообще, как бы, занимался, там, значит, высокими нагрузками, и при этом ты их никогда не видел, ну, тут тебя, скорее всего, ожидают проблемы. Но если ты вот чуть-чуть, там, типа, да, было, было, вот, был у меня такой опыт, там, какую-нибудь ерунду, как бы, да, то, что можно нагнать. Ты знаешь, что ты откроешь книжку, прочитал, воплотил, как бы. Ну, может быть, с небольшими ошибками, но вряд ли тебя, опять же, уволят. Но тут немножко в другом контексте. Раньше про это уже слышал, знал, но, как бы, знакомых не было. Теперь у нас даже есть знакомые, общие с тобой, которые вкатываются в IT, ну, на сегодняшнем рынке просто, да, сложно вкатиться в IT. Это известно. И поэтому сегодня многие влетают прямо на, там, условно, на медла. И не условно, а прямо реально. Вот. И это прямо массовая история. И ощущение, что это какая-то всеобщая шизофрения, все про это знают и играют в эту игру. И тут у меня к тебе вопрос такой. Вот, ну, еще совсем недавно ты, ну, ты нанимал людей. Наверное, тогда это еще вот такого тренда особо не было, да. Но, допустим, вот ты нанимаешь людей. Вот такой тренд. Как ты относишься к тому, что человек, вот, блин, ну, он не знает, как, ну, блин, вот такая игра, короче. Все играют в эту игру, вот как в этом фильме про бензопилу. Поиграем в игру. И вот эта игра дебильная. Как ты относишься вот к такой штуке? То есть, вот, особенно если ты начнешь палить, как работодатель, что, блин, ну, чувак приврал. С точки зрения работодателя, да, если человеку дал задачи, он на испытательном сроке справился, то, как бы, может быть, он даже, при том, что он, как бы, не миддл, но пришел к тебе, и он делает твои задачи, то, может быть, тебе и ок, как бы, да, он там посидит, подрастет, главное, чтобы тянул, потому что тебе нужно задачи закрывать. Да, как бы, тебе ехать или шашечки. То есть, да, это может быть такая история, и он даже не заметит, а если заметит, скажет, ну, ладно, окей, ты, как бы, приврал, ну, давай, как бы, раз уж ты тянешь, раз ты уже въехал, и из тебя есть толк, то, как бы, оставайся и делай, и расти. Главное, закрывай мои планы. А если человек не тянет, как бы, то в течение испытательного срока его могут отстрелить просто, сказать, что, ну, слушай, ну, это просто может быть очень сильно заметно. Вот, но если человек прям сильно, да, то есть, он и сделал вид, да, и, как бы, ну, если в него имеет смысл вкладывать усилия, то его, скорее всего, оставят. Но есть другая ситуация, когда такой человек пришел, и на испытательном сроке как-то там проволандался, да, и вроде бы и задачу сделал, или не сделал, ну, как бы, непонятно. А потом, когда уже, да, он начинает тоже факапить. И факапить сильно, да, ну, тут надо выискивать возможности тогда с ним расстаться. Конечно, это неудобно, и человеку был дан шанс, и он им не воспользовался. И такое, кстати, бывает не только с джунами, которые идут на медла, такое бывает и с медлами, которые идут на медла. Нет, нет, почему? И просто медлами, которые идут на свою вакансию. То есть он пришел, и, ну, ты не можешь с ним работать. Вот почему-то вот стиль твоей организации ему не подходит. Все, вот он просто все. Вот в другой организации нормально было, а в твоей нет. И же тоже, ну, как бы, надо, значит, расставаться вовремя. Конечно, это смешно, да, когда мы, когда, да, человек, джун идет на медла, а его потом компания перепродает, как синьора. И это реальные кейсы. Это реальные кейсы, да. Это, конечно, сложно. И для самого человека, то есть который это делает, нужно понимать, да, что это, ну, ну, это каторга. То есть если ты реально собираешься расти, это каторга, если ты там собираешься выполнять, потому что тебе надо очень быстро это покрыть. И это очень, и это чревато большими нагрузками, перегрузками, выгоранием и все такое. Поэтому надо еще быть аккуратным с этим, да, понимать, а есть ли у тебя на это ресурс. А есть ли у тебя жена, дети, да. А если ты еще любишь поиграть в приставку, то, например, или выпить, а может быть еще что-нибудь, то сорвешься и все, и тебя потеряли, да, и не работы нету, и самооценку потерял, потому что тебя с позором выгнали, и жена с женой развелся, потому что вообще все, ну, как бы ты вкладывался, да. Поэтому тут надо рассчитывать свои силы, конечно. От меня здесь, ну, не то что совет, не является инвестиционной рекомендацией, но вообще стратегия довольно старая. И тут, ну, вот просто хочу ей поделиться, чтобы, ну, люди понимали, что, как бы, это тоже вариант. В принципе, в каком-то смысле можно тут две такие стратежки глобальные обрисовать, что необязательно двигаться в мейнстриме. Это не единственный путь оставаться в профессии, все время быть на волне и все время мейнстримовыми технологиями заниматься. Потому что, как мы уже говорили, IT, оно огромное, количество кода написано просто гигакилометры. И многие программные продукты живут годами, десятилетиями. Это еще и поддерживать надо. И так далее, и тому подобное. И вторая, в общем, стратегия есть, это войти, ну, войти через не мейнстримовые технологии. Просто посмотрите, что относительно популярно. Может быть, не самое, как бы, unused вообще, да. То есть, там, типа, я буду ассемблер изучать, да. Изучать энергию FX Pro, я бы так. Да, да, да. Это еще и спосит. Не обязательно так, да, но задумайтесь о том, что если вы, блин, yet another React developer, типа, ну, еще один чувак, который на React, там, что-то хочет, там, с JS, ну, это, ну, надо понимать, что ваше, там, резюме будет 500-м. Может быть, это не лучшая стратегия сейчас входа на рынок. На пролом, вот, ломиться через всякие мейнстримовые вещи, через фронт-энд. Реальный кейс, да. Компания сидит на системе, которая написана на FX Pro. А найти человека, который бы ее мог поддерживать, да, это, ну, просто сама по себе задача трудная, да, потому что там они уже, там, не то что 40+, там, 50+. А ей он нужен. И она готова платить, ну, как бы, может быть, даже рыночную зарплату, просто потому что да. А почему? Почему бы я не перейти на другую новую программу? А потому что переход стоит денег. И денег для них немалых. То есть взять свою систему, когда они развивали 20 лет, и просто перейти на другую, которая написана на другом технологическом стеке, это может быть, ну, как бы, дороговато. Поэтому им выгоднее найти такого человека, чтобы он для них сделал. И это проблема. Потому что, да, технологии уходят, а продукты остаются на этих, написаны, сделаны на этих технологиях. И не всегда этот переход экономически выгоден с точки зрения бизнеса. А иногда этот бизнес закроется просто, если он заплатит такую сумму для перехода, который, чтобы получить то, что ему нужно. Ну, тут надо иметь в виду, как бы, что, конечно, не стоит, ну, прям, советовать, там, долго сидеть на каких-то совсем, как бы, технологиях тупиковых, которые вообще никуда все, как до свидания. Точно, не стоит. Да, если временно, ну, это окей, можно пережить, но прям ставку на это делать, конечно, ну, не надо. Тогда вы всю жизнь будете мучиться, если вас это устраивает. Да. Потому что, скорее всего, там, условному фокспрошнику, наверное, до конца жизни хватит фокспро. Скорее всего. Может быть. Это весьма вероятно, потому что, там, условно, и Дельфи, и прочее, прочее, оно до сих пор есть продукты. Люди на ВБА пишут, до сих пор успешно. К следующему блоку перейдем. К рабочим отношениям в каком-то смысле. Бесят ли тебя разработчики, ну, или как ты вообще к этому относишься, которые требуют четкое ТЗ? Есть вот мнение, что, блин, такие разработчики, ну, вот просто, блин, ну, 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 нахрен вообще. Они, ну, как аргументируют? Ну, если нет ТЗ, то, как бы, ХЗ получается на выходе. Да, и, в принципе, это справедливо. Но многих руководителей такие программисты бесят, потому что программист должен сам погружаться в предметную область, уметь там разбираться и уметь подкорректировать себе ТЗ, грубо говоря, и привести его в соответствие с реальностью. Встречались ли те программисты, которые, мне надо ТЗ четкое от А до Е? Я сам таким иногда бываю, но только иногда. Да, тут, опять же, мы, я смотрю на эту ситуацию вин-вин, да, то есть, как бы, мы говорим про заказчика и заговорим про исполнителя, да, ну, условно, бизнес и, там, разработчик, да, обычно говорят, бизнес-бизнес, они что-то хотят, что-то непонятно. Как показывает уже весь жизненный опыт, задачу сформулировать, вообще, это не каждый может. Это надо быть уже наполовину программистом для того, чтобы сформулировать задачу для программиста, да, или, там, ТЗ нормально описать. Поэтому появляется вот эта прослойка постановщиков задач, типа, там, бизнес-аналитики, которые, вроде бы, должны послушать вот этот весь поток сознания от бизнеса, да, переварить его, позадавать утечняющие вопросы, свести это к конкретным каким-то требованиям и передать уже специалисту, как разработчик, да, который уже просто выполнит это все. Вот. Оно, вроде как бы, в идеале оно работает. Ну, то есть, если так. Ну, на практике ситуация такая, что разработчик должен погружаться действительно предметная область, потому что если он не погружается, он менее эффективен, да, мы очень много тратим времени на то, что ему вот это все, там, переварить, а он как бы нас по условию не понимает. Он как бы только вот, да, мне скажи нолик или единичка, и все, да. Когда это бывает плохо, когда это токсично, да, со стороны разработчика. И мы не хотим с тобой работать, потому что, блин, с тобой ничего, вот ты нас, как бы, ты ничего не делаешь, потому что ничего, как бы, ты нас не понимаешь, да, не хочешь даже понять. Это одна крайность. Другая крайность, если заработчик такой, а, давайте, валите мне все, сейчас я вам все сделаю, да, давайте попробуем, и он вместо того, чтобы работать, сидит, ну, вот, программировая, сидит и пытается разобраться с потоком сознания. А у бизнеса каждый готов приседать на ушки и объяснить, что, как бы, ему нужно, да, и вот оно это. И тут нужно искать баланс всегда. Зависит от организации, зависит от того, как у них выстроен процесс. И я, кстати, всегда, когда на беседованиях спрашиваю, а как у вас там есть бизнес-аналитики, а как у вас там построят процесс? Я вот, мне вот задачу дали, я ее решаю, или мне надо идти и там, ну, и выяснять, да, насколько у вас там, хватает ли у вас бизнес-аналитиков для расшифровки. Поэтому каждый подбирает себе по вкусу, на самом деле. Но если мы токсичные, я не люблю, как бы, такую жизнь, где надо быть токсичным. Обычно я объясняю, что, ребят, я не, ну, как бы, действительно не понимаю, что вы хотите. Мне нужно все-таки почетче, давайте мы, ну, как бы, я не очень вас понимаю, ваш язык. Давайте мы сядем и разберемся. Все обычно понимают такой язык нормально. То есть, когда мы садимся, выясняем, проясняем. К сожалению, занимает много времени, но иногда без этого не обойтись, если у тебя нету выделенной должности, бизнес-аналитика. Ну, вообще, мне кажется, тоже здесь должен быть баланс. Баланс. Зависит от ситуации, но в целом баланс. Потому что вот эта вот история, когда гробу видал вашу предметную область, и меня интересует только нули-единицы, это не жизнеспособная вещь. Ну, вообще, это не жизнь. То есть, мы не можем описать все вообще в документации, потому что для этого, кстати, и поэтому мы придумали Scrum и Agile, потому что мы не можем все заранее спрогнозировать и узнать, что есть, и все описать, все в точных терминах, чтобы разработчик сел, ему было приятно программировать. Бизнес существует для того, чтобы зарабатывать деньги, а не для того, чтобы разработчику было удобно. Это надо тоже, как бы, помнить. То есть, мы можем задолбать бизнес, и он может, в принципе, либо от тебя отказаться, либо прогореть, если будет идти у тебя на повану. Сталкивался ли ты когда-нибудь условно с душнилами, с которыми проще согласиться, чем спорить? Среди программистов особенно вот эта техническая история в голове, и вот просто вот до белой пены. Да, есть, конечно. Сталкивался с таким? Есть, конечно. Бывают такие люди. Нет, ну, бывают, которые на своем месте сидят, но они же не только в IT, это в любой компании. Бывает где-то человек, который такой, нет, все, вот делаем так, и все, и вообще ты там споришь, там еще что-то, и руководство ничего не может с ним сделать, потому что он там очень старый, сидит давно, как бы такое регулярно встречается. Ну, просто ищешь, способы, как с ними взаимодействовать. Ну, я, если как сотрудник с ними сталкиваюсь, но я нахожу общий язык, либо не нахожу, либо обходные там какие-то штуки. Вот, если я как руководитель, то, конечно, мне не очень выгодно иметь этого душнила, хотя в зависимости от того, на каком фронте работа. Бывает такой фронт работы, где там должен быть душнила, и это его прям роль, и пусть он там сидит. Это вот тоже очень от контекста зависит. Но иногда они очень сильно мешают, поэтому, конечно, лучше от них избавляться или же попытаться им предложить что-то другое, перейти на другую должность, заниматься другими вещами, где ему не надо будет коммуницировать и, в общем, душнить людей. Дружбе на работе место есть или нет? Дружбе на работе есть, я думаю, вполне. По опросам, типа процентов 70 людей говорят, что рабочие отношения перерастают так или иначе в дружбу. Да, конечно. Я бы даже сказал, что необходимо в нашем мире. Просто мы живем, сколько людей живет там, где родилось. У кого, условно говоря, школьный друг живет в соседнем подъезде. Вот у тебя школьные друзья в каком городе остались, в каком районе, то есть где они вообще. Я живу не там, где я родился, у меня друзей рядом нет. И так уж показала практика, если мы ездим на работу, то мы... Это наш социум, в котором мы живем. И если мы еще с ним не дружим, то у нас должны быть какие-то другие друзья. Вот если они у нас есть, то мы можем не дружить, себе позволить на работе. Если у нас их нет, то это как бы приятное с полезным совмещаем. Если они у нас есть, и там на работе классные люди, почему бы с ними не подружить? Ну, вопрос выстраивания границ, он остается. Дружба, это не значит, что мы ставим под сомнение все наши рабочие отношения. Ты бы согласился с таким определением софт-скиллов, что типа вот это некая совокупная метрика, которая отражает, насколько ты всем нравишься, и насколько к тебе нет претензий на работе. Софт-скиллы... Я вот недавно буквально услышал такое определение. Ну, наверное, это как KPI, можно, наверное, такое выставить. Мне оно кажется сомнительным, сразу скажи. Это значит, что ты думаешь, всем нравится, да, там еще... Это не значит, что у тебя результативность, например, в решении каких-то задач. Но, наверное, не полностью отражает суть. Как же можно характеризовать хорошие софт-скиллы или нет? Может быть, не только тем, что нравишься. Может, о том, все-таки, когда у тебя есть что-то, надо договориться, да, и ты договариваешься, то есть, результат даешь. Наверное, это больше отвечает показателю. И ты не как бы умеешь в конфликтных ситуациях как-то вырулить. Просто у меня ощущение от этого определения, что это какой-то, ну, не то, что социопат, но какой-то, ну, и вообще, конечно, шизофреническая история, когда ты всем нравишься. И это какая-то вообще странная метрика. Ну, она просто как бы... Она, если мы ее выводим только одну ее и возводим в абсолют, то она как бы не отражает полностью. То есть, она как часть, да, этого процесса. Да, если ты всем не нравишься, да, то как бы вряд ли у тебя что-то с так социальными... Ну, да, а если ты нравишься всем, ощущение, что ты либо супер-мега-продвинутый манипулятор какой-то, блин, Маккиавелли, я не знаю. Что тоже софт-скиллы, кстати. Да, но только как бы я думаю, что реально это приведет как бы к негативным последствиям рано или поздно. Ну, если человек всем нравится и при этом как бы неконфликтный, вряд ли он сможет защитить как раз нужные ситуации, то, что нужно. То есть, если он прям совсем-всем нравится, совсем неконфликтный, не умеет защищать свою работу, то, значит, да, просто он дырка. То есть, это как вместо вратаря, да, то есть, нету вратаря. Там должен быть вратарь, который ловит мечи. Да, он должен всем нравиться, ну, или не всем. Даже, может быть, и не всем. Он должен быть приятный, да, что-то неотталкивающий. Но при этом ловить мечи. Если он их не ловит, то тут уже просто недостаточно. Да, это как бы часть. Если человеку нравится, ну, наверное, у него не так плохо со скиллами. Но если только нравится и больше ничего, то да, тут попахивает. Отклонением уже, да. Давай немножко в контексте удаленки про карьеру. Ты много лет работал на удаленке, так что у тебя в этом плане вагон опыта. Переход на удаленку влияет на прогресс в карьере, на скиллы и карьерные возможности? По-разному может быть. Может влиять в хорошую, может в плохую сторону. Вот нет ли тут такого, что по большей части в плохую? Зависит от людей, на самом деле. От человека, наверное, специалиста. У меня сначала в плохую, потом в хорошую, потом... Да, то есть тут работа в офисе, например, она может быть как дополнительным ресурсом, так и дополнительной нагрузкой. Это надо как бы понимать. Потому что у работы в офисе есть цена, например, дорога. В условной Москве добраться, да не только в Москве уже, во многих других городах добраться из-за пробок из одной части, в час пик, да, из одной части города в другую, может там занять у тебя 40 час. Туда, в Москве так больше. Я знаю, вот люди ездят два часа в одну сторону. Туда-обратно это четыре часа. Ну как бы это минус. Очень большой жирный минус. Влияет ли он хорошо на производительность? Не очень. Вряд ли, да. Ты приезжаешь в офис, зависит от того, какая у тебя там атмосфера. Чем больше людей, тем больше коммуникаций, тем больше они тебя отвлекают и дергают, возможно, да, люди обращаются, еще что-то. Тебя это может отвлекать от работы, не может сконцентрироваться. Особенно, если какой-нибудь open space, и ты там популярный человек. Или наоборот, ты приезжаешь в офис, и у тебя там мало людей, а дома у тебя семья, и они тебя дергают, там постоянно дети бегают, там еще что-то, да. Ты там наоборот на работе можешь сфокусироваться. На самом деле зависит. Потому что у меня было и так, и так. То есть сейчас приехать в офис для меня за счастье. Ну, если в офисе нету много людей, которые прям начнут тебя просто... То есть это может день в офисе превратиться в ужас. Я знаю человека, руководителя, который работает из дома, ни с кем не созванивается, просто один раз в неделю приезжает в офис, и там проводит все совещания и уезжает. И для него это идеально. Прям идеально. Он так работает годами. Серьезной компанией управляет. Ну, и ему хорошо. Поэтому удаленка плоха с социумом, отсутствие социума. То есть если у тебя его не хватает, ты страдать начинаешь, да, от того, что... У тебя просто людей нет. Ты выгораешь постепенно от отсутствия нормального общения. Это прямо проблема, особенно проблема больших городов, особенно если ты переезжаешь с квартиры на квартиру, у тебя здесь нет друзей, ты на работу не ходишь, у тебя... Ты только с ними созваниваешься, ты их даже в лицо зачастую не видишь, потому что вы созваниваетесь без видео. И это проблема, которая постепенно начинает как бы вымораживать. Вот. Но встретиться с коллегами по удаленке в офисе или где-нибудь сойтись на сходку, это прям влияет очень классно. Значит, с компанией мы организовывали мероприятие, именно отдела, да, чтобы все этичники встретились и выпили друг с другом пиво, банально вот пообщались по вопросам, там, не связанным с работой. Это очень классно действует на коллектив. Но при этом, если все будут работать долго в офисе, я уверен, что производительность будет постепенно, наверное, снижаться. Может быть, конфликтность увеличится, потому что каждый день ты видишь человека одного и того же, и, в общем, может быть... Последнее время замечал, ну, вот раньше был тренд на удаленку, он особенно был активный, когда COVID начался, и вот эта вся история. Есть такое, что потихоньку сворачивают это? Ну, есть ощущение, да, что такого стало меньше. По крайней мере, люди предлагают регулярно гибридный формат. Приезжаешь там типа один-два дня в офисе, остальное можно договориться на удаленку. А что, в принципе, как раз хорошо, потому что ты вроде бы соединяешься с коллективом и как бы в теме лучше, ну, то есть не выпадаешь из процессов так сильно, да, и при этом у тебя есть время на то, чтобы сконцентрироваться на работе. А удаленным работникам платят столько же, сколько в офисном? Есть паритет или, ну, типа, есть какая-нибудь тенденция, что удаленным, скажем, меньше? Ну, я не могу тут прям статистику такую сказать. По моей статистике именно, что я не видел разницы. У меня товарищ сейчас ищет работу, я говорю, слушай, вот тут вакансия, надо поехать в офис на собеседование. Он такой, нет, сразу нет. Не поеду даже. Говорю, вакансии нормальные? Да, так классно. Надо на собеседование приехать в офис. Он такой, нет, нет, это не у меня, сразу нет. Но люди, не знаю, то есть кто-то, наверное, готов платить за офис, но я, ну, больше, в плане, что типа прям работа в офисе каждый день там, ну, я такое не встречал. Лично я говорю, что, ребят, ну, как бы каждый день ездить в офис, это сколько часов, да, я трачу времени и как бы устаю, и для меня это должно тогда стоить там плюс какой-то процент, чтобы это компенсировать. И я считаю для себя, сколько я хочу еще накинуть. На удаленке есть проблема такая, что вот выгорание прям прет больше, чем в офисе? Может быть. Опять же, опять же, как построена работа, да, потому что если у тебя уже в компании, где удаленка, это нормально, и у вас там планерки адекватные, и все, то этого меньше. Если у тебя компания, там, у меня, когда я начинал с удаленки, прямо именно стопроцентной удаленки, было сложно, потому что как раз людей не было, я только переехал там на, ну, на другое место жизни, да, еще людей не было, социума не хватало, надо все делать, значит, дома маленькая, ну, как бы, жена и ребенок маленький, куча новых, как бы, ну, очень сложностей, да, прям выгорание было очень такое глубокое. Это еще и задачи были не такие, как бы, интересные уже, ну, это, конечно, влияет, это может сильно повлиять, если неудачно окажешься. В завершении нашего подкаста еще хочу добавить, что в плане удаленки, ну, сейчас в плане вкатывания это не особо актуально, потому что вкатиться на удаленку, наверное, я вообще не знаю, есть ли такая, как бы, вообще возможность, но раньше была, особенно, когда пылесосили всех подряд, и, ну, сегодня тренд рынка такой, а завтра другой, и в этом плане я вот, чего бы категорически не советовал новичкам, это вкатываться в IT через удаленку. Я всегда советую начинать с офиса. Ну, я бы поддержал, конечно, то есть самому на удаленке, наверное, сложнее. В офисе люди, социум, может помочь. Ментерство, вот это все. Ментерство, да, это очень хорошо может помочь, да. Ну, если ты не продаешь себе, как Миндал Джун, который продает себе, а Миндал, удаленка, наоборот, поможет спрятаться. Не успели сегодня обсудить все, что хотели, но, тем не менее, интересный подкаст вышел. Спасибо, Серега, что пришел. Я думаю, еще увидимся. Может быть, запишем еще какой-нибудь выпуск. Ну, а с вами был инженер Спок, Сергей Черкасов, и это был выпуск подкаста «Синий экран смерти». До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова